Да, были схватки боевые, да говорят, ещё какие. В своё время матчи на строители не сулили лёгкой жизни ни одному из представителей вышки. Сейчас и задача поскромнее, да и ажиотаж не такой. Хотя здесь, как обычно, всё на уровне. И детишкам футбольчик, и взрослым масса разных активностей. В уголочке примастился Андрей Макаренко. Фоткался, автограф раздавал, а что делать, если в матче и ему, а ещё и Максу Ковалевичу участвовать нельзя. Перебор жёлтый. Да вы сами понимаете, это основные футболисты в нашей обойме. Поэтому для нас это стопроцентная потеря. Тем более, включая не одну позицию, а три позиции, того же Ваню Зинькова брать. Поэтому потери для нас колоссальные. Приехавшая на строитель Ислыч входила в матч с позицией силы. Однако до реальных угроз дела не доходило. Дмитрий Комаровский, впрочем, с таким выводом согласен не был. Тенденция последних игр, что мы наконец-то пришли, да, что мы можем контролировать мяч, скажем так. Но там я с вами не согласен, надо пересмотреть, естественно. Но было достаточно много моментов, когда мяч по штрафной сопернике метался, а там не хватало у нас футболистов. Поэтому не соглашусь. Может, оно и так. Но вот ноль в графе «удары в створ» говорят нам об обратном. Так что да, трудности были. Трудности были, мы не могли забить. Были много моментов, чтобы забить. Как бы реализация подвела. Могли бы раньше мать заканчиваясь. Но пришлось на последних минутах, как бы, такой момент спасли игру. Так что победа есть победа. От «Шахтера» другой игры ожидать не приходилось. Но что поделать, если качественных футболистов брать негде? Скажу так, изначально, да, вот стартовый состав, кто выходил, понятно, и с проблемами, не маленькими, играли достойно. Второй момент, понятное дело, не хватало их на весь матч. Пришлось выпускать ребят, там, и того же Ваньку Зинькова. Но он только вчера пропала температура. Нам пришлось посадить на лавку запасных. И то парень вышел, по крайней мере, старался. Старался, пыхтел, бежал, работал то, что нужно было. Но «Шахтер-2» пока нам, увы, помочь не может. Да, такой футбол мог убаюкать кого угодно. И убаюкал. Впрочем, во втором тайме игра пошла чуть поживее. Суворов даже минутки на полторы на вторую половину опоздал. Для себя там решали вопросы, скажем так, оборонительных действий для группы атаки. Ислач наращивала напряжение, да и немногочисленные болельщики Волков гнали команду вперед. Ну да, болельщики, видно, поддерживали нас, гнали вперед. Потому что, как бы, моменты создавали на батуха забить. И они, как бы, гнали, гнали. И вот мы им, как бы, принесли победу благодаря им. Так что им огромное спасибо. А потом, ближе к концу, пошли угрозы. Сначала удивительным образом пульнул по воробьям Ютчиц. А на 93-й минуте гол все же созрел. Такие концовки, они здоровья не прибавляют. И нам много над чем работать, чтобы мы могли намного раньше решать все вопросы по матчу. Но спасибо ребятам, что они все-таки доиграли до конца. И тут уже дело такое, понимаете. Естественно, этот удар Медведева – это уже везение. Потому что это уже везение. Но по сумме факторов, по сумме тех моментов, которые мы имели, хотелось бы, чтобы мы более хладнокровно использовали такие моменты. Так чего не хватило Шахтеру, чтобы удержать нули на табло? Не хватило характера. На последних минутах, подпускать, это не то, что мы хотели. В каждом матче хочется забивать. Но в этом не получилось. Характер или банально физических сил? Или налицо проблемы с мотивацией? Зачем мотивировать футболиста? Если ты мотивируешь футболиста, то его можно связать и выбросить. Как можно быть спортсменом и его там мотивировать? Извините, ребят, вы в профессиональный спорт пришли, и вас надо мотивировать. С этим придется разбираться Суворову. Пока же Ислыш с победой, а Шахтер с минусом. Ислыш с победой! Ислыш с победой!